Всем здарова! Вы на канале Максмен и сегодня в данном видео будем хайповать. Не буду затягивать, сразу скажу. Пришла клавиатура с сайта Алиэкспресс. Это лучшая клавиатура на сегодняшний день. Сразу скажу, это видео это не обзор. Это чисто распаковка и первое впечатление на клавиатуру FLE Sports GP87. Погнали! Так, берем ножичек. Открываем. Могу сказать, что клавиатура в Украину пришла за 17 дней. Я заказывал ее на старте продаж. Пришла она через службу доставки Новая Почта International. Это будет самая честная распаковка, потому что я ее покупал за свои деньги. Мне никто не засылал эту клавиатуру, как некоторым непродажным блогерам. Да, есть такие у нас на Ютубе, которые пытаются показаться лучше, чем они есть на самом деле. Но не будем о грустном. А будем только о хорошем. Сейчас вот так вот. Сразу показываю, как все упаковано. Считаем слой пупырку. Раз. Два. Три. Четыре. Поправляем. Пять. Есть. Красота. Вот это да. Что же тут у нас. А у нас тут дополнительные кейкапы. Почему мне их прислали? Наверное, потому что я сделал первый заказ. И сделаю первое видео на русском Ютубе. Да, в принципе, наверное, на всем Ютубе. Потому что обзор я на эту клавиатуру еще не нашел. Поэтому, друзья, давайте лайкосиков поставим. Да, Максику, Максмену. За старания, за то, что он в тренде находится. И покупает товары за свои деньги. Вы можете хотя бы просто лайк поставить. Мне будет приятно. А если еще донатик закините, так вообще будет приятно. Так. В наборе, повторю, скейкапы. Запакованные. Что это такое? Вот, смотрим. Кейкап, двойное длитье. ПБТ, аккуратненький. Все круто. Шершавость. Есть, присутствует. Выполнены качественно. Цвет зеленый. Мой любимый. Шучу. Не мой любимый. В общем, дальше. Клавиатура. Называется на упаковочке. FL eSports GP87. Height Performance Mechanical Keyboard. Для тех, кто не понял, это механическая клавиатура на 87 клавиш. TKL формата. С супер офигенной конструкцией, которой не было еще нигде в интернетах. Далее, на обратной стороне у нас тут информация полезная. Type-C разъем. 87 клавиш. PBT-кейкапы. Подсветочка разного типа RGB. И все. Нарисован силуэт клавиатуры. И открываем. Пломбочка стоит, правильно? Да, есть. Я даже вот так вот аккуратненько. Раз. Есть. Есть. Так. Сейчас я вот эту всю красоту уберу. 34. Итак, погнали. Открываем. Коробочку. Так, есть. Защитный кейс. Стороночку. Далее. Ого, тяжело доставать. Клавиатура. Пока держим в секретике. Дальше смотрим. Внутри у нас. В коробке. Пакетик. Обязательно. Далее. Кабель формата USB. На Type-C. Есть. Длина кабеля 3.4. Вставляю. Далее. Вот такой вот пуллер. Который с одной стороны снимает свечи. С другой стороны снимает кейкапы. Вот так вот красиво. Есть. И в наборе инструкция цветная. На эту клавиатуру. Потому что у нее что? У нее оказывается есть софт. Есть для винды. Есть для мака. Есть название кнопок. И функционал кнопок. И картиночка клавиатуры. И далее в наборе. У нас китайская гарантия FLE Sports. Все. Больше ничего нет. Теперь переходим к самому интересному. И берем клавиатуру. Погнали. Так я хочу, чтобы свет не засвечивало. Все было показано честно и красиво. Поэтому отрегулируем чуть-чуть свет. Погнали. Вот такая вот клавиатура. Надеюсь вам видно. Но давайте, чтобы было еще лучше видно. Мы уберем вот этот пакетик. Класс. Класс. Это офигенно. Какая она крутая. Так. Красота. И давайте посмотрим на клавиатуру поближе. Это белые клавиши. В профиль смотрим. Черри профиль. Все круто. Так. 87 клавиш. TKL формат. И дно у нас такое тут вот. Прозрачное получается вот эта часть. Да. Чуть-чуть видно вам. Надеюсь. Видно плату. Через нижний прозрачный пластик. Также у нас присутствуют резиночки. По краям клавиатуры. И двойные ножки. Ого. Жестко. Очень жестко. Кабель можно вывести либо по краям клавиатуры, либо по центру. Так. И давайте посмотрим на переключатели в этой клавиатуре. Потому что они тут очень крутые. Я заказывал не обычные переключатели. Я заказывал переключатели на GT-RON. Вот. Надеюсь вам видно. Тут написано GT-RON. Называются они GT-RON G-PRO YELLOW. G-YELLOW PRO. Это линейные переключатели с силой нажатия 50 грамм. И я могу вам сказать. Это максимально круто. Это максимально круто. Это. Это как Cherry Silent Red. Только без песка. Это офигенно. Но эта клавиатура еще имеет один нереально крутой бонус. В данной клавиатуре уникальная конструкция. 3-4. На странице клавиатуры есть описание, где подробно в картинках показана конструкция данной клавиатуры. Эта конструкция называется Gasket Mount. То есть плата клавиатуры не контактирует напрямую с корпусом, а контактирует через специальные резиновые проставки. И плюс ниже находится силиконовый слой, который также убирает лишние звуки и гасит вибрацию. И в итоге получается, что эта клавиатура монолитна, как кирпич. И именно из-за того, что тут такая вот интересная конструкция, я и заказал эту клавиатуру. Могу сказать сразу, разбор этой клавиатуры будет в следующем обзоре. И также в следующем обзоре я сравню свою старую, получается, уже на данный момент клавиатуру Дургод, которая Корона. Потому что с Дургода я ухожу и перехожу на вот эту клавиатуру. Почему? Потому что у нас тут есть система Hotswap. Кто не знает, что такое Hotswap, это когда свечи можно вытягивать без перепайки. Ты вот так вот просто берешь. Есть, сейчас свет упадет. Так, есть. Так, вот, показываю переключатель. Гетерон. На три пина. Нажимается максимально плавно и приятно без какого-либо люфта. Далее, еще важный нюанс. Это то, что диод находится сверху. То есть, верхнее расположение диода. Это хорошо, потому что даже если у вас кейкапы будут с символами, которые просвечиваются, подсветка будет их подсвечивать. И это, мне кажется, самый правильный вариант. И также, эту клавиатуру, благодаря тому, что она у нас Hotswap, далее у нее уникальная конструкция. Про конструкцию мы поговорим в следующем видео, в сравнении. Я также заказал вот такие вот разные переключатели. Могу сказать, что очень хочу попробовать тактильные переключатели. И в данном случае у меня уже есть полный набор переключателей, которые называются как-то Kiwi V2. Это дорогие тактильные переключатели. И также есть у меня еще переключатели Boba U4, которые тоже самые тихие тактильные свечи. Я буду выбирать переключатели, которые мне больше понравятся, и уже собирать на базе этих переключателей тактильных свою основную клавиатуру. Конечно, в эту клавиатуру под ее дизайн вписываются очень красиво зеленые переключатели. Вот такая вот история. Клава максимально крутая, выглядит симпатично. Закрытый дизайн, то есть клавиши, кнопки, кайкапы на уровне находятся с корпусом. Не так, как в Дургод. В Дургоде вот есть такой вот просветик. Тут просветика нет, и мне это очень нравится. Я давно хотел такую клавиатуру. Блин, я понимаю, тут есть что сравнить и что рассказать. Так, повторюсь, клава максимально крутая, и тайпинг данной клавиатуры я прикреплю в конце видео, и тайпинг будет максимально честный. Я не буду подкладывать под стол, как делают некоторые блогеры, 10 ковриков. Я просто установлю клавиатуру на стол, и мы попечатаем. В принципе, давайте сейчас и перейдем к тайпингу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И в конце видео покажу подсветку данной клавиатуры. Могу сказать, что по сравнению с клавиатурой FL980, подсветка в клавиатуре GP87 намного ярче. И вот тот нюанс, который беспокоил всех, кто спрашивал в комментариях там на Алиэкспресс. Да, задняя часть, получается, просвечивается, но не могу сказать, что она прям сильно подсвечивает стол. Это чисто вот такой вот визуальный эффект, поэтому на подсветку стола не рассчитывайте. Всем спасибо за просмотр! Подписывайтесь на мой канал, и если видео понравилось, ставьте лайк. Напоминаю, тысяча лайков, и я сделаю разбор и сравнение со своей старой клавиатурой. Продолжение следует...